Мы второй год проводим сборы в Дубай, ну не Дубай, это, наверное, Эмират Таджмана, недалеко от Таджмана. Там очень хорошая база, очень хорошие условия для проведения сборов. Это база футбольного клуба, который играет во втором дивизионе, в третьем по силе. И там есть два великолепных поля, два тренажерных зала, один из которых внутри, один из которых располагается рядом с тренировочным полем. Естественно, сборы важным элементом является спарринги. Там в Эмиратах уже по опыту достаточно много команд, которые проводят сборы именно там. И можно выбрать любого по классу соперника. Мы в приоритет при выборе спарринга всегда выбираем сильные команды. И исходя из того, что нам необходимо, над чем нам необходимо работать. И на этом мы акцентируем свое внимание. Мы не ставим во главу угла результата никогда. Если мы работаем над обороной и мы понимаем, что нам противостоит соперник, который у нас заберет мяч, мы готовим и анализируем игру в обороне. Если у нас команда, которую мы планируем, что соперник не способен забрать у нас мяч, мы это тоже осознаем. Значит, мы делаем акцент на структуре атаки и таким образом двигаемся. Именно по этим критериям мы оцениваем нашу подготовку, не по результатам матча. Да, в целом я понимал, и потому что это второй год именно в этом месте, я точно понимал, точно знал, что нас ждет там. И поэтому ожидания оправдались все, за исключением нюансов. Это травмы, которые там произошли. И второй год на этом поле, на тренировочном, мы потеряли футболиста. К сожалению, Саша Пуцкого получил перелом ноги в эпизоде, когда на это сложно было подумать. Но футбол таков, он состоит еще из травм. Мы понимали, что этот чемпионат будет сложнее, чем предыдущий. Мы подходили четко с пониманием то, как будут настраиваться на команду, то, в каком статусе находится команда. И поэтому мы понимали, что будет очень тяжело. Так оно и получилось. И надо, наверное, признать, что мы не совсем справились с таким давлением и с тем состоянием, в котором находилась команда. Хотя понимали, что именно эти проблемы и будут у нас. Ну, футбол. Естественно, мы хотели больше и играли на больше. Где-то нам крайне не везло. И опять череда травм, которая нас постигла в конце прошлого чемпионата. Мы в моменте лишились 11 футболистов, с учетом того, что два игрока получили дисквалификацию за неспортивное поведение внутри команды, скажем так, не относительно соперника. Мы помним момент эпизод комичный, скажем так. Но вот данность такая, что мы не сыграли не так, как планировали и не так, как рассчитывали. Естественно, мы сделали выводы после первой части чемпионата и обновили достаточно, как это называется, влили свежую кровь в команду и надеемся провести остаток чемпионата гораздо лучше, чем мы стартовали в чемпионате. Уход Маркуса и Санаго, они не были запланированы нами. Это не их решение. Я разговаривал достаточно долго и неоднократно с Маркусом, но семейные проблемы мы понимаем, что бразильцы, солнце Бразилия, здесь им немного, наверное, некомфортно и он решил продолжить карьеру у себя на родине, где сейчас мы за ним с радостью наблюдаем. Яя Санаго также изъяло желание уйти, сославшись на семейные проблемы. Мы его поняли, приняли и у него и на протяжении чемпионата не все было просто. Он очень часто улетал, позже возвращался и эти проблемы были связаны с семьей и достаточно навалились на него неожиданно. Это жизнь. На данный момент мы совершили, мы закрыли семь позиций и трансферное окно для нас, для команды закрыто и все, что мы хотели и все, что мы планировали, мы сделали. У нас футболисты из России есть, но у нас есть также футболисты из Буркина-Фасо, у нас есть футболисты из Аргентины, у нас есть футболисты Сербии, из Черногории, из Украины и может быть я еще кого-то, какую-то национальность упустил, но у нас многонациональный коллектив и в котором есть полностью спортивная конкуренция и естественно у нас есть армяне, которые в прошлом году внесли огромный вклад в победу и в чемпионате и в кубке, это отрицать нельзя, они находятся в очень жесткой и живой конкуренции, в этой конкуренции они прибавляют и мы это видим, поэтому у нас многонациональная команда. Но действительно, если тренер работал с футболистом до, скажем так, и понимает его плюсы-минусы, характер, стиль, то гораздо проще представить его в команде и гораздо проще его внедрить в систему игры, поэтому здесь есть плюсы, это однозначно. Денис Лушаков, это тот футболист, которого я знаю и знаю давно, скажу больше я, возглавив Химке четыре года назад, также вел переговоры достаточно длительные с ним и хотел, чтобы он уже присоединился тогда в Химке. Так не получилось тогда, но получилось сейчас. Это самое-самое важное, это то, что Глушаков хочет играть. Хотел играть, хочет играть и это он уже показывает, уже показал в чемпионате Армении, проведя 45 минут. Это основное, что двигало нас клуб, тренерский штаб, что мы осознаем то, что его желание именно продолжить карьеру, что у него есть силы, у него есть способности продолжать играть. Мы видим, что тот опыт, который у него есть, те нюансы игры, которые он может передать как в тренировочной работе и, конечно, на футбольном поле, в официальных матчах, я думаю, что это самое основное. Плюс он, несмотря на свой возраст, очень-очень работоспособен. Глушаков, наверное, один из самых опытных футболистов не только в команде УРА, но и, наверное, во всем чемпионате Армении. И я думаю, что он своей игрой заслужит уважение, такое же уважение, как он заслужил в России. И надо отметить, что играет он здесь не за деньги. Его желание играть превалирует над финансовой составляющей и по меркам, даже по армянским меркам это копейки. Если говорить о Эрике Симоняне и Харитоне Айвазяне, они нам хорошо известны. Это наши футболисты, которые были отданы в аренду с целью получить игровое время, игровую практику и набраться опыта, что, в принципе, эту задачу они решили. Находясь в БКМА, они вернулись и гораздо сильнее, чем уходили из нашей команды. И сейчас они конкурируют уже за место в стартовом составе. И Харитон вышел в игре с Пюник и показал, что он полноправный футболист, способный расти уже в здоровой, не в здоровой скажем, а везде здоровой конкуренции, но в конкуренции выше, чем БКМА. Если говорить о футболистах второй команды УРАРТУ-2, это Гиасян, Израилян, Арутюнян, Давтян, Карен. Это те игроки, которых я знал по выступлениям за УРАРТУ-2 и внимательно за ними наблюдал. Я понимаю их сильные и слабые качества, и впечатление первое у меня сложилось, когда я видел игры УРАРТУ-2. Неплохо себя проявили на этом сборе. Пусть и не было у них равного игрового времени с более опытными футболистами, но в целом они проявили себя неплохо. Я не хотел бы выделять кого-то из них, дабы не навредить, но у меня есть надежда на то, что один футболист из этой четверки может ярко проявить себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова